Руслану Стамбальяну 67 лет, а этой мельницей пользовалась еще его бабушка. Если заправить мельницу кукурузой, то можно получить самую настоящую мамалыгу. Вот это я передам сейчас своему сыну младшему и скажу, что передай своему сыну младшему. Он работает руководителем кружка в клубе, который находится в селе Гайкадзор. Мельница, прялка и горшок, которому почти полтора века, наглядное пособие, чтобы дети не забывали о корнях, само собой, танцы, песни, поделки. В среднем, вот если взять в среднем, то клуб по месту жительства в течение 8-9 часов посещают 45, 50, 55. Все зависит от того, как мы поставим работу. Не дети должны ко мне пристраиваться, а я к детям. В зале столы, украшенные в осеннем стиле. На каждом свой маленький мастер-класс. Как правило, это предельно простые технологии, которые может освоить каждый. Но в итоге получаются либо просто красивые, либо функциональные вещи, как, например, эти корзины из бумажных трубочек вместо соломы. Кристина из поселка Пятихатки. Она делает вареники. Ее подруга Алина в клубе научилась играть в настольный теннис. Она уверенно говорит, что там интереснее, чем в интернете. Да, намного. Там можно пообщаться на интересные темы. Да много есть чего вообще. Там приходишь, там всегда разные развлечения. Там есть твистер, много настольных игр. Сегодня каждый может выбрать занятие по душе. В городе появилось юно-армейское движение, обновилось постовое движение. В клубах по интересам сегодня занимаются более полутора тысяч школьников. В молодежном центре 21 век отмечают, что за пять лет их число выросло примерно на 20%. Причем развитие идет не только в городе, но и в сельской местности. В то время, как во всему Краснодарскому краю прослеживается тенденция уменьшения этих клубов. У нас на территории муниципального образования, я с гордостью хочу сказать, это количество только увеличивает, вдумайтесь, больше сорока вот таких объединений, которые работают на постоянной основе, в которых приходят наши молодежь, дети. Сегодня дворовые клубы сформировались как универсальные площадки для живого общения по самым разным поводам. И организаторы движения говорят, что всегда открыты для диалога и новых идей.